Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня хотелось бы поговорить о заповедях блаженства. Правда ли, что это главный закон в жизни Христе? Я бы сказал, что это один из главных законов в жизни христианина. Где перечислены эти заповеди? В Евангелии от Матфея и от Луки. От Матфея – это пятая, если не ошибаюсь, глава, Нагорная проповедь и шестая глава в Евангелии от Луки. Чем заповеди блаженства отличаются от заповедей, которые были даны Моисею? Так же, как и вообще Новый Завет отличается от Завета Ветхого. Ветхий Завет можно сравнить с такой очень жесткой, прочной оградой, которая не дает народу куда-то выйти за пределы, где он пропадет. Ну, условно говоря, в пропасть ринется. Поэтому, смотрите, заповеди Моисея – не убей, не укради, не пожелай, не сотва и так далее. То есть, нельзя, 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 нельзя. То есть, заповеди такого оградительного, запретительного характера. А заповеди блаженства – это как раз, наоборот, такая развертывающаяся картина того, что есть собственная жизнь во Христе. Что это такое? Христианство говорит, что требует Бог от человека свободного. Свободно требует. Не как маленького ребенка держать за руку. Знаете, как мама? Не лезть туда, не ходить туда, не пускай. Он все кричит, в розетку ходит, что руку засунуть еще куда-то. А мама его все держит, оттаскивает от этих вещей. А Евангелие – это заповедь Божия взрослому человечеству. Вот так же и в заповеди Блаженства. Слово Блаженство сегодня означает высшую степень наслаждения. А вот в заповедях что означает это слово? На самом деле греческое слово Макария, которое у нас переведено как Блаженное, оно еще переводится как Счастье. Вот если мы переведем заповеди Блаженства как заповеди Счастья, то сразу будет очень многое понятно. Потому что Счастье – это то, к чему стремится осознанно или не очень осознанно каждый человек. И каждый человек все время жалуется на то, что он несчастен. И вот в Евангелии есть некая такая инструкция по достижению счастья. Вот эта инструкция есть в заповеди Блаженства. Вот поступай так, как там написано, и будешь счастлив. Ну, конечно, я немножко утрирую, просто вот одним этим словом не передать. Вот Блаженство – это все-таки некое такое высшее состояние радости в Боге в данном случае. Но в то же время можно сказать о том, что это заповеди, которые призывают человека к счастью. – Владыка, вытекает ли каждая последующая заповедь от предыдущей? И надо ли двигаться в их выполнении в этом же порядке? Или можно начинать с любой? – Вы знаете, и да, и нет. Ну, вот, скажем, первая заповедь Блаженства – Блажение нищий духом – она является таким вот основанием для любого внутреннего строительства человеком самого себя. Потому что духовная нищета – это осознание конечностей в своих пределах, в своих усилиях, в своих возможностях. Человек обычно очень высоко о себе думает, манит. И вся жизнь человека – это постоянное такое разочарование в самом себе, потому что он открывает, что оказывается, я это не могу, оказывается, это от меня не зависит. Оказывается, вот это вот еще, я понимаю, как надо, не могу, у меня не получается. Нищета духовная – это, если говорить словами одного преподобного, это осознание человеком своих грехов бесчисленных, как морской песок, так сказал преподобный Петр Дамаскин. И вот когда у человека вот эта нищета духовная как бы воспитается, ну, или еще говорить, если таким совсем уж простым языком, трезвое понимание самого себя, своей меры и пределов своих возможностей. Вот если эта нищета духовная у человека есть, она воспитывается, и воспитывается достаточно непросто, тогда уже можно говорить о всех остальных заповедях. И там действительно, ну, знаете, каждый человек индивидуален. И, скажем, у одного человека милостивое сердце. И это, наверное, ему, если это милостивое сердце влияет на его жизнь и жизнь окружающих людей, то этого, наверное, более чем достаточно для его спасения. Другой человек, ну, необыкновенный любитель и искатель правды. Ну, имеется в виду, правда Божия, а не человеческая, да? Потому что иначе это будет просто обычный революционер. И если человек вот эту правду ищет, заискует и старается воплотить в своей собственной жизни, не других заставить ее воплощать, а в своей собственной жизни, это тоже, наверное, вот достаточное такое основание для его спасения. Ну, и, конечно же, надо стараться выполнять все заповеди, безусловно. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Продолжение разговора о заповедях блаженства смотрите в следующей передаче. Высокий деревянный крест виден издалека тем, кто проезжает село Ундары Ульяновской области. Он установлен совсем недавно. Жители села ждут визита митрополита Симбирского и Новоспадского Лонгина. Среди них один из инициаторов установки поклонного креста, председатель правления Ундаровского завода минеральной воды Волжанка Михаил Горшков. У нас как-то было обсуждение с владыкой, и в разговоре владыка мне подсказал о том, что очень хорошо, когда для села есть поклонный крест, и это является большим благом для тех, кто живет. Вот так родилась мысль о том, что нужно построить такой крест. Установке поклонного креста предшествовал ряд подготовительных работ. Жители села поддерживали идею установки креста на всех этапах. Был проведен сход граждан, на котором была поддержана эта идея, и жители выразили свое желание, были много инициаторов. Мы просто организаторы и исполнители. Потом провели заседание совета депутатов, вынесли на совет депутатов районного совета. Все это имеет, в общем-то, вводы народа и заявление, такой, скажем, да, и поддержку. И после этого началось уже и проектирование, и строительство, и изготовление. По прибытии владыка Лонгин совершил освещение нового поклонного креста. На молебне присутствовали глава Ульяновского района Владимир Кузин, глава администрации Ульяновского района Сергей Горячев, жители села. После совершения чина освещения, митрополит Лонгин обратился к собравшимся и напомнил о том, почему принято устанавливать поклонный крест на въезде в населенный пункт. И это исповедание веры тех жителей, которые живут в этом населенном пункте, подъезжающие сюда и видят, что здесь живут христиане, что они поклоняются кресту распятому и воскресшему. Дай Бог, чтобы крест Христов, который мы называем хранителем всея вселенная в церковных песнопениях, сохранял бы и защищал бы всех живущих на этом месте. Затем владыка Лонгин удостоил юбилейного знака 10 лет Симбирской митрополии Русской Православной Церкви, председателя правления Ундоровского завода минеральной воды Волжанка Михаила Горшкова. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Когда природа, как говорит поэт, увядает, когда на дворе стоит осень, то один из самых красочных и главных праздников, которые христианская церковь предлагает для празднования своим верующим, это празднование Покрова Божьей Матери. Праздник, который празднуется 14 октября. По новому стилю, а по старому стилю, по иллюянскому календарю, этот праздник празднуется 1 октября. Надо сказать, что это русский праздник. Это праздник Русской Православной Церкви. Он есть и в греческой церковной традиции, но появился в ней очень поздно. Лишь в XVIII-XIX веке под влиянием нашей страны, под влиянием верующих, приходивших в пределы греческой церкви из нашей страны. Этот праздник был некогда установлен по преданию одним из русских князей, великим князем Андреем Боголюбским. И предание повествует нам, что праздник был установлен во знаменовании победы князя Андрея над войском волжских булгар, благодаря которому удалось оградить восточные пределы тогдашнего российского государства от набегов сопредельных племен. И вот этот праздник, он пронесен Русской Православной Церкви через столетия, веселит наше русское сердце. Смысл его в том, что Божья Матерь, изображаемая на иконах в храме, окруженной молящимися и святыми, простирает над ними свой покров. Покров не вещественный, не головной, не это красивое покрывало, которое носили женщины древности. Она покрывает нас духовным покровом. Основанием для непосредственно исторического объяснения события, послужившего портатимтом праздника, является событие, происшедшее некогда при визитийском императоре Льве VI Премудром, когда блаженный Андрей Юродивый, проживавший в городе Константинополе, посетив храм, которым он очень часто оставался даже ночевать, однажды во время богослужения увидел, что Божья Матерь грядет по храму, над головой молящихся, окруженной святыми, и, дойдя до царских врат, она, вернувшись, Божья Матерь распростерла над молящимися свой покров, блестающей эко-молния. И до тех пор, пока люди молились, она оставалась видна и оставался видим по крови ее. И когда же, когда Божья Матерь исчезла из виду, тем не менее благодать, разлитая в воздухе, ощущалась всеми молящимися. Вот этот эпизод изображается на иконах, где вы можете увидеть и Богородицу, простирающую над молящимися свой честный амафор. Вы можете увидеть под нею прославляющего диакона Романа Сладкопевца, человека, который написал величайшие произведения христианской гимнографии, которые сейчас употребляются до сих пор, через 1500 лет. И каждый раз, когда вы празднуете покров, вы вспоминаете, Божья Матерь не где-то там далеко. Она непосредственно сейчас с вами. Она свой покров чудотворный простирает над вами в любом моменте вашей жизни. То стоит только обратиться к ней. Если только вы обратитесь к Божьей Матери, она непосредственно ответит вам. Просите, обращайтесь и получите исконное. Субтитры создавал DimaTorzok